Музыка 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 К ней прислонялись боковые, как бы пристал уже передняя лицевая панель, она входила в мягкую массу, тем самым давая достаточно плотную, такое вот плотное свинение передней стенки и боковые. И также верхние крышки и сзади. Экстридолины в принципе полностью выделены. Вот помимо верхней крышки, которые они закрывали, такое ощущение, что они либо вырублены там, либо просто вырублены. А крышка сверху уже не будет, а потом уже уже сзади. И вот если мы осмотрели, что мы находимся до венов и остались в этих капулах, то можно копить, что там из другого рода, соблюдая капула, скорее всего, вот крышка сверху уже не в самому дальнейшем, а в этой быстрой дороги, которые вела к сооружениям, которые не могли бы сниматься. И я думаю, что одна из версий того, чем мы влияли в Дольмин, это были храмы и сзади и сзади. Они ориентированы строго либо север-восток, либо север-юг, ориентированный Дольмин, либо север-юг, либо восток-жам. Собственно говоря, это говорит о ориентации, о поле земли. То есть на высоких точках побережья. Во-первых, да, чтобы... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Достаточно ровные отверстия, скорее всего, это пласт какой-то, достаточно больший, ну, естественно, что это не целое. Что мне-то натирают? Где мой хер? Это относится к какой-то конструкции, типа божества, какого-то статуэтки, какого-то анималистика. То есть могло со временем интересно, то есть это была голова, скорее всего, какого-то звероподобного, скажем, собакоподобного существа. Может быть, таким образом она стояла, вполне возможно, что. Мне кажется, это прототип нашего снеговика. Но если очень думаться, то здесь не хватает кирпича. Все это будет заменено синхроном, на котором будет музыка, некрасивое обсуждение, а не на это серьезное научное, ампниологическое открытие. Они же не знали, какого размера такая планета. Это не слабо. Они же не знали, какого размера такая планета. На самом деле, до гуны знали уже, что в Сириусе А и Сириусе Б за тысячи лет. Сириус – это не планета. Да. Но его определили. Как Филипп Киркоров. Определили. Послушай внимательно. Или мы будем смеяться? Давай, не, Сириус. Просто я считаю, они не знали, как далеко они находятся, и какого они размера. Они знали отношение диаметра на два планеты. И древняя обсерватория, скорее всего, представляла из себя ряд шаров, обозначающих планеты Солнечной системы. И это было местом оракула, так называемого годального метра, потому что звезды планеты всегда соотносились с судьбой человека. Они даже не знали, что это планета. Они знали. Это название планеты – это древнегреческое название. Комета, волосатая планета, облинули до этого движущейся. Поэтому, собственно говоря, вот эти вот варианты, они могли относиться к храмовой части, представлявшей из себя древнюю обсерваторию. Древнего, скажем, соотношения диаметра, который надо посмотреть. То есть, то, что мы вытащили, мы будем ветером Сатурном. Он же на небе не так было. Это угловая величина. Тогда Луна самая большая должна быть. Древние знали, вот в летах, например, 10 тысяч лет назад, древние знали о структуре пространства, о множественности измерений, и о науке аюрведии, о науке здоровья и правильного питания, то, что сейчас утерят. Откуда знали? Это были единые законы космоса. Это были единые законы космоса, люди общались с космосом. То есть, некая единая физика, некое единое устройство космическое. То есть, эти знания, как интернет, вот сейчас знания не локализованы в одном городе, поселке или институте, они доступны всей Земле по интернету. Как же существовал межгалактический, вселенский интернет, по которому знания вот эти поступали? Откуда вот ясновидящие могут иногда знать информацию? Откуда? Вроде бы совершенно не заметят. Ну вот, а почему это информационное поле не связано с ней с космосом? Потому что мы считаем, там может быть, что на кем-то вон, в городе водополе. Вот я, как-то, от этой, от этой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok